Осталось выразить функцию P через FG или только через G, или только через F. Объясняю, почему это важно. Потому что для функции G мы рекуррентное соотношение доказали. Я здесь специально не стирал, проще всего для функции G. Посмотрите, если я знаю, что крайние точки должны быть взяты, то дальше я говорю, что следующая слева взятая точка, это либо тройка, либо четверка. Ну, соответственно, мы получили рекуррентное соотношение для функции G. Ребята, оно очень просто доказывается. Если вы сумеете через функцию G выразить функцию P, которая нам, собственно, сегодня интересна, те самые чисто пепельные, то все будет сделано. Нельзя просто, кажется, уже склеить, объявить одной точкой. Это хорошая идея. Склеить. Смотрите, какая история. То есть, если у меня было S2.2.2, то мы можем склеить. Можем. Только, ребята, мы таким образом посчитаем не функцию P, а те способы, когда конкретная вершина взятка в независимое множество. Ножность еще на N. Нет, это сложнее, ну что, подумайте. Умножить на N не получится. Вообще, он сказал сейчас разумно. Когда берем любой N-угольник, то вершина либо отмечена, либо не отмечена. Вот когда вершина отмечена, все замечательно, все понятно. Это в точности ситуация, только не G от N, а G от чего? G от N зрительно. Подумайте. Вот когда эти две точки склеить, сколько будет вершин? Было N, а станет? N-1. N-1. Соответственно, наоборот, когда вы взяли многоугольник, у него вершина была отмечена, и вы в этой точке развели, то вершин станет наоборот на одну больше. Господа, значит, формула записывается так. П от N, это G от N плюс 1. А вот теперь надо посмотреть все случаи, когда, наоборот, какая-то вершина не взял. Что же это за случай? Это задумывается. Да. Это задумывается, что П от N равно G от N плюс 1 плюс G от N минус 1. Давайте это проверим на картинке. То есть вы утверждаете, что если хочу посчитать число 5, то я должен взять 1 и 2. Нет. Понимаете, G от N плюс 1, это будет двойка, а 1 плюс 2, это, к сожалению, не двойка. Все хитрее. А вот если я хочу посчитать 10, то я должен взять, смотрите, 4. С чем его сложить? Да, непонятно, с чем. Ладно, давайте все-таки работать по-честному. Давайте работать по-честному. У меня, например, были шестиугольности. Были или нет? Были. Ребята, я говорю, что вот эта вершина или взята, а что происходит, когда она взята? Получается, на самом деле, линия из синий точек, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, где обе взяты. Согласны? И таких вариантов, G от семи, кто помнит сколько? G от семи, забыла, G от семи, где было G от семи. Не, 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 G от семи тут просто нарисовано. G от семи равно G от пяти плюс G. Равно двум. Равно двум написано. G от семи равно двум. Давайте поймем, почему же оно у нас равно двум. Мне нужны все картинки. Что это будут за картинки? Либо вот эта точка взята, и вот эта точка взята, либо эта точка взята, и больше ничего не взята. Действительно, вот нарисовал, да? Обратите внимание, для шестиугольников действительно картинки такие. Для шестиугольников действительно так. Как разворачивается вот эта верхняя картинка? Это очень просто. Она разворачивается вот в такое. Как разворачивается вот эта картинка? Она разворачивается в такую, чтобы, как я не стрелочный поставил, в знак того, чтобы все понимали. Так, отлично. Теперь начинается самое неприятное, самое тяжелое. Что делать, если вершина не взята? Ну, давайте смотреть. У нас есть наш шестиугольник. Сейчас нельзя делать. У нас есть наш шестиугольник. И вот эту точку мы не взяли. Что тогда делать? Тогда одна из соседних должна быть взята. Либо одна из соседних взята. Либо обе. Либо обе взяты. И, к сожалению, я ничего не могу с ними сделать. Я должен рассматривать кучку вариантов. Давайте эти кучи вариантов я для начала нарисую. Итак, какие варианты? Либо взят вот этот сосед, и взят вот этот сосед. Либо какие варианты? И что еще бывает? Если этот взят, а этот? Нельзя. Господа, давайте четко для шестиугольника поймем, где, когда, что. Вот если у меня здесь невзято, здесь невзято. То здесь что? То здесь обязательно взято. Если здесь невзято, здесь невзято. То здесь что? Здесь взято. А теперь посмотрите. Раз, два, три, четыре, пять. Таких вариантов сколько? Ж, смотрите, сколько там? Строучка, где Ж. Ищем там, где пять вариантов. Один. Что проще, на картинке это абсолютно четко, понятно. Смотрим, вот здесь, вот эти точки, какую из них надо взять? Очевидная, правда? Очевидная. Хорошо. Так, а здесь G от чего? Сколько здесь точек? G от четырех. G от четырех. Чему равно G от четырех? А где? Единственное. Просто ничего вообще брать не надо. Отлично. И здесь тоже G от... Г от четырех. Так, господа, посмотрите на этот случай, и вы поймете, что он абсолютно общий. Ровно так обстоит дело в общем случае.